И вновь доброго времени суток, вещает канал No Comments Paradox, и вновь ночной визит. Я жив, сколько я пробовал без сознания. Как хочется пить, во рту такой странный привкус железа. Так, опять верни контроль мне. Сколько? 20.42? Как такое может быть, если я не провалялся больше суток? Что это? У вас три входящих сообщения. Тема, я собрала все вещи и уже выехала. Буду у тебя через 6 часов. Напиши мне, куда приезжать или сам меня где-нибудь встретить. Ау, ты там живой? Ответь мне. Эй, ты чего игноришь? Я уже через 4 часа буду в городе. Напиши мне адрес дома или мне самой все узнавать. Твою мать! Последние сообщения отправлены 15 минут назад. Я не могу ни с кем связаться и не отправить сообщения. Мира не должна здесь появляться. Надо что-то делать. Записечка. Уходи, он давно ждал этого момента. Вау, впервые записки... В записке написано что-то полезное. Только куда мне уходить? Пустые коробки, потом выброшу. Шмотки. Что за... Что-то разбилось? А, кровавые потёки. С комода. Шкаф полонадежды. А ещё на шкафу кровь. Э, смотри. Фикус крови. Квартира изменилась. Здесь стоит такой тяжёлый запах. Мне очень трудно дышать. Надо выбираться. Ёхарный бабай. Эта тварь всё ещё там. Не знаю, как на я чувствую. Она стоит прямо за дверью. Мне не выйти отсюда. Предлагаешь через окно? Или что? Да, вперёд. Давай сиганём с какого-нибудь пятого этажа. Ни хрена не вижу. Какого? Такого, Тюма, такого. Как бы вы ни пытались, окна не разбиваются, будто их удерживает что-то. Прекрасно. И просто чудесно. Мы заперты в квартире, а наша девушка хочет к нам приехать. И попасться в ту же западню. Кто и твари. О, доброе утро. Зеркало заляпано кровью. Грандиозно. Крупная трещина в плитке. Нет смысла на неё смотреть. Схитительно. Всё в крови, всё прекрасно. Это разлом. Наверное, я сошёл с ума. Но что если это мой единственный выход отсюда? И куда он ведёт? В квартиру соседей, скорее всего. Войти в разлом. Погодь. Сохранить. А теперь погнали. Хуже уже не будет. Где я? В ванной соседке? Боюсь предположить. Чё это там? Чьи-то мозги? Чё-то кровь? О, это точно чё-то кровь. Нет смысла лезть назад. Сайлент Хилл напоминает, знаешь? Разбитое зеркало, с него стекает кровь. Херайся, оккультисты. На стене висит картина со странным символом. Ой. Не-не-не-не-не. Я в другую комнату пойду. Раквины выглядят очень грязной. И здесь лежат чьи-то кости. Не напрягает, да? Из холодильника течёт кровь. Мясо неизвестного происхождения, однако запаха вы совсем не чувствуете. Ну, зашибись. Окно перекрыто решёткой, на ней кровь. Восхитительно. Она просто прекрасна, знаешь. Тётя. На полу лежит девушка в пижаме. Вы не видите на ней каких-либо ран, но из ушей и рта видна вытекшая кровь. Это Катя. Вы проверяете пульс, она мертва. Вы ничем не можете ей помочь. Вы замечаете, что в руки Кати сжат ключ. Вы подобрали ключ от квартиры Кати. Восхитительно. Какие-то ящики здесь нет, ничего интересного. Какие-то ящики, ничего интересного. Ничего интересного. Какая у тебя интересная квартира, Катя? Зашибатая просто. Всё в кровище. Как в госпитале, вон капельница стоит. В полу огромная трещина. Прекрасно. Просто чудесно, знаешь. Разбитое зеркало, с него стекает кровь. Вы открыли дверь к кричу. Пошли-ка вниз. Вы жмете на все кнопки, но никакой реакции. Дверь на лестничную клетку открыта. Спуститься? Погоди. А с нашей дверью что? Дверь в мою квартиру не поддаётся. Дверь соседней квартиры. Вы дёргаете за ручку. Удивительно, но дверь открыта. Навряд ли там есть что-то полезное. Зайти внутрь. Давай. Не поддаётся. Кажется, там кто-то плачет за дверью. Фига, у вас тут Сайлент Хилл. Дверь заперта. Может, она их лучше. Здесь есть отцепи. Стеллаж с банками и не пойми чем. А, там труп. Что это? Не хочу знать, что или кто там внутри. Лучше я пойду. А, господи! Прости, господи. Пошли отсюда нахер. У меня нет выбора. Придётся спуститься вниз. Нет выбора. Проклятие! Как такое может быть? Я должен выбраться отсюда. Но это место. Этот мир изменился. Куда мне идти? Ферный маразм. Закрыто. Эта дверь ведёт в подвал дома. И подвал ли он теперь? Дверь открыта. И кажется, особого выбора у меня нет. Спуститься. Да! Придётся спуститься. Я не сохранилась. Я не сохранилась. Я не сохранилась. Ай, блеха. Гамовер! Второй шанс. Ой, что это там? Нажмите на все кнопки. Никакой реакции. Снизу тоже не работает. Пойдём. Давай-ка. Так, хорошо. Сохранимся. Фух. Фух. Пошли. Стремная херня. Ей, выход! Беги, Тёма, беги! Что за... Как я тут только... Какого хрена тут происходит? Как ты только озвался. Барт кроется через 15 минут. А откуда в полу дыра? Эй! Ты видишь эту херню? Не трогай меня, фигня. Тёми, жопа! Что-то я сошла. Давай же, возьми трубку. Почему ты не отвечаешь на мои сообщения? Если я узнаю, что ты тупо игноришь меня, убью. Ой, Мирочка. Завер, ты это сделала. Завер, ты сюда приехала. Завер, ты сюда приехала, мамочка. Ой, пошли. И в чём смысл, что я разбужу соседей сейчас? А там уже некому будет, товарищи. Не буду я настукивать в двери... Ну чё, чужим людям в двери. Заперто, бесполезно стучать или звонить. Это точно та квартира? Папа Тёма не мог ошибиться. Идиот вообще никому не сообщил, где живёт. Даже просломанный телефон, ни слова. В голове я уже, конечно, подумала, что он сейчас с какой-нибудь прошмандовкой. Но что, если с тёмной что-то случилось? А вдруг он в больнице и поэтому не отвечает? А что, если с ним случилась беда или того хуже? Вечно я себя понапридумываю. Но именно сейчас на душе неспокойно. Закрыто. А, простите, баг. Это баг. Соседская дверь, мне зачем идти. Ещё одна соседская дверь. Пошли. Спустимся. О, телефон звонит. Привет, Аня, не поздно вытолидают звонков? Нет, ты сейчас можешь говорить? Да, я ничем не занята, что такое? Тут к нам в отделении привезли твоего парня. Сразу говорю, он живой, целый, но без сознания. Правда, тут с ним ещё и полиция. Всё, поняла, уже еду к тебе. О, Мира, иди сюда. Туда-сюда. Итак. Надеюсь, тут сохраняться не надо нигде. Рассказывай, что с Тёмой. Он цел, здоров, не считая следов от удушья. Так, немного в горло в синяках. Не волнуйся, ничего страшного. Но вот перед ряго, в который он попал, ну, тут лучше узнавай у своих знакомых в полиции. Я только знаю, что в одном баре произошла какая-то резня, и твой суженый вроде как единственный выживший. Я пока толком не вдавалась в подробности, но у части привезённых тел была пробита голова. У кого-то выдавлены глаза, у кого-то у других рваные раны во всё туловище. То есть их буквально порвали на куски. Вон, видишь, махает, машет головой. Махает, нет слову такого. Полицейский стоит. Приставили к твоему парню, ждут, когда он придёт в себя. Слушай, ничего не хочу сказать плохого, но столько убитых, у всех такие ранения, твой лежит практически целёхонький. Он и так... Мне всегда казалось мало странного. А тут вдруг... Ой, это он... Слушай, потрогал, рот заткнуло. Мы, конечно, давно знаем друг друга, но если ты опять начнёшь беспричинно гнать на моего парня, то будешь очень долго замазывать тоналкой синяки на своём лице. Надеюсь, ты всё... Мы всё уяснили? Уяснили. Я уже и забыла, какой ты бываешь упёртый, сука, и не хочешь видеть дальше своего носа. Да, сука, зато с парнем мы в отличие от некоторых передо мной. Меня дома ждёт человек, а не два кота. А теперь, извини, я должна идти. Между прочим, коты были бы лучше. Два дня Тёма пролежал без сознания, а я не находила себе места. Один мой старый друг в полиции сказал, что Тёма подозреваемый по делу резни в баре. Но ни на одном теле не были найдены его отпечатки. И как и не было найдено оружие радиоубийства. Я уже нашла хорошего адвоката, готовилась к худшему. А на следующий день Тём пришёл в себя. И его сразу же допросили. Но он ничего не помнил о событиях минувших дней. Удача это или нет, но его самочувствие было отличным. Не было бы больше причин держать его в больнице. А у полиции не было причин задерживать Тёма. Так, сейчас я стою и жду его в коридоре, когда его выпишут, и мы сможем нормально поговорить. Ты что, до этого не поговорила с ним? Ну да, когда? Да как, я сильно переживала. Я не хочу давить на тебя и начинать так с места в карьер, но мне ты всегда можешь рассказать правду, я пойму. Мира, я правда ничего мне рассказывать. Я ничего не помню. Как там говорится в психологии, наш разум может забыть травмирующие события, вроде как так. Я просто волнуюсь за тебя, и мне немного странно видеть тебя таким, не знаю, счастливым. Особенно после того, что произошло с теми людьми. Они мертвы, но я живу и стою здесь, рядом с тобой. Разве это не главное? Да, наверное, ты прав. Я рада, что у тебя всё в порядке. А я как рад. Поверь, даже не представляешь, какое удовольствие снова дышать в полной грудь, видеть мир в полных красок, быть живым и жить вообще. А ещё мне несказанно повезло, что моя девушка такая красавица. Я люблю тебя, правда. Прямо любовь с первого взгляда. Дай угадаю. Это вселилась в него тень, это да? Ага, ага. А вот и вселение. И теперь она держим. Это, наверное, твоё самое странное проявление любви, но спасибо. Давай заедем к твоему отцу. Думаю, он будет рад знать и видеть, что ты в порядке. Отличная идея. Такое чувство, будто я его лет 25 не видел. Думаю, папочка будет рад. И что я ему тоже улыбаюсь. Иди сюда, дай мне тебя обманять. Теперь мы держим ее. Давай, когда всё устаканится, мы с тобой увидим куда-нибудь отдохнуть. Нам всем нужно расслабиться. Нам всем? Я, снова я и ты, моя дорогая. Шутник, блин. Я рада, что всё хорошо закончилось. Финал Б. Финал Б. А есть финал А. Йоко Ламане. Так, я начала перепроходить игру заново в поисках второй концовки. Думаю, что надо принять таблетки. Вместо того, чтобы пойти спать. Нашла вот эту вот записку, которую я вначале пропустила. 19 июля. Сегодня произошел неприятный инцидент в лифте, когда я возвращался домой. Снова обильно текла кровь из носа. И как не вовремя со мной ехала Катя в этот момент. Девчонка, оказывается, до ужаса боится вида крови. И она чуть не потеряла сознание. И так, наверное, думает, что я сумасшедший. А теперь ещё и напугала её до чёртиков. Это записка прошлого жальца? Что она тут делает? Я пока не буду её выкидывать. Вдруг пригодится. Пошли искать дальше. Так. Такая записка. Ага, это мы уже видели. Также я решила показать вам код. Но сначала попробуем получить вторую концовку. Сейчас мы примем таблетку. Всё мыть нормально. Вот, блин, неужели мне остались именно эти таблетки? Выпить таблетки. Всё? Ты выпил таблетки? Тебе полегчало? Угу. Ищем, что дальше делать. Угу, угу, скукотища. Стоп. Уже всюду трещины появились. Пошли использовать код. Если нам дадут эту возможность. А, точно. Один, два, два, четыре. Взяли странную сферу. Совсем нет идей. Так, я принес это из мира тени. Сфера каким-то образом может создать электричество. Да, да, да. Пошли. Не хочу отвлекать миру. Да и заботу по горлу. Э, вещи разбери. Да да разбери ты вещи, господи. И все коробки потом разберу. Да потом, конечно, что ты, короче. Пошли спать. Кажется, я сейчас вдохну от боли. Пролежу пару минуточек. Вы долго лежите, зажмурив глаза. Переворачивайтесь с одного боку на другой. Не можете заснуть от слабости в груди. Вау. В какой-то момент вы чувствуете на себе чей-то взгляд. Открывайте глаза. Еба, сложно. Спустя два дня приезжает Мира, не сумев с вами связаться. Она вызывает полицию, проникает в квартиру, где вас находит мертвым в постели. Причина смерти и остановка сердца. Мира начинает корить себе, что не смогла приехать раньше. Тем временем, после посещения квартиры, она начинает чувствовать, что за ней кто-то наблюдает. Конец. Game over. Ладно, попробуем найти финал А в следующей серии. Это был канал Нукоменс Парадокс. Хорошего времяпровождения. Услышимся в следующем видео. Пока.